Ты же очень умный, мулечка. Используй свой ум, займись просвещением крестьян, пусть они наконец поймут умом. Итак, это микроблок на анифильме и его голос Мулентий. Сегодня мы погрузимся в 2010-2011 год и рассмотрим многоголоску на фильм «Король терний», сделанную именно мной. В этой работе можно услышать такие ошибки, как разрыв фразы, окончания в паузах взлетают вверх постоянно, а должно бы держаться на одной ноте или быть более плавными. Такая манера периодически проскальзывает у многих в релизе. И дело в том, что многие команды до сих пор озвучивают с такими же ошибками, что были у нас в 2010-2011 годе. Крупная независимая химическая компания на рынке нашей страны, обладающая выдающимся медицинским отделом. За последние годы она не выпустила ни одного продукта. При этом они собирают образцы различных организмов со всего мира и содержат их на своих объектах. Вы говорите об объекте креогенного сна? Формально да. Изнутри же это учреждение, укрепленное сооружение современной системы безопасности. Можно сказать, крепость. Однако они, как ты заметил... Невероятно, но вышло так. Как и сказала лягушка, королева родила прекрасную девочку. Король на радостях велел устроить праздник и пир на весь мир. Итак, эмоциональный накал, конечно, слабее, чем у оригинала. Но это за кадр. И нам помогает оригинал. Глава Венус Гейт вышел плоховато. Мой голос и голос оригинала не сочетаются. Выглядит неважненько. Это еще и огромный банк данных, где хранятся резервные копии информации о живых организмах и генах. Доверьтесь Те Элисе и спите спокойно. Чего же нельзя сказать об остальных персонажах? Да. И тот же старик-итальянец вышел у меня вполне хорошо. Что? Что это такое? Повторяй за мной и заматывай. Будешь задерживать? Бросим. Ну, и что теперь? Это... Боюсь, что резервуар для охлаждения морской воды прорвало. Черт, Те Венус Гейт! Я не для этого отвалил им столько денег! Вот оно как! Вы просто дали взятку! Хе! Я просто использовал свои права! Замолчи! Черт! Если с моим имуществом что-то случилось, я засужу этот Венус Гейт! Заткнись! Сам заткнись! Не смей мне приказывать! Одному сбегать нехорошо, Амиду! Сиди сюда! Сколько крови! Вы поранились? А, это меня забрызгало просто. В итоге... Выжило только семеро. Нет, примерно семеро. Да ну, забей! Что? Окушите председателя! Я полицейский! До тех пор, пока мир не рухнет! Сочно! А тот монстр... Я знаю! Это демон первого уровня! Безда! Что? В игре! Видимо... Глупости какие! Либо какое-то животное эволюционировало, либо превратилось внезапно. Подожди! Такие изменения так легко не... Да! Так я и говорю! Миру настал конец! А? Голос на негра лег хорошо, и голос Марка подошел прекрасно. Характеры девочек-близняшек переданы близко к оригиналу. Сопровождающие могут удохнуть здесь. Проходите на регистрацию, вас ожидают... Мне идти снимать пейзаж! Извините! Да? Как вы сейчас себя ощущаете? Не-е-е! Лучше некуда! Бога не существует! А есть только злые феи! Касуми! Но ведь так! Папа и мама умерли, а теперь и ты, Сидзуку! Касуми! Разве мы не обещали друг другу всегда быть вместе? Продолжать жить вместе! Касуми! Обещание, думай, два! Я буду ждать! Так что, когда проснешься в замке, постарайся сразу найти меня! У Трины неплохо получилось отбить мальчонку и Сидзуку, одну из близняшек. Все очень неплохо выглядит. Не идеально, но все же, что нельзя сказать о тех, кто в это же время делал на этот фильм свои многоголоски. И я вам это покажу. Давайте назовем операцию. Спящая красавица. Но, Сидзуку... Ты опять? Извините. Мы с Бене. Как вы себя ощущаете в этот момент? Прекратите, пожалуйста. Я пойду снимать пейзаж. Извините. Да, как вы себя ощущаете? Лучше некуда! Интересный и в то же время важный вопрос. Не волнуйтесь. Элис может даже контролировать ваши сны. Сколько крови! Вы поранились? Это... Меня забрызгало просто. В итоге выжило только семеро. Нет, примерно семеро. Да ну, забей. Что? Ох уж эти председатели. Я полицейский. До тех пор, пока мир не рухнет. Тот монстр. Я знаю! Это демон первого уровня Дэдбат! Что? В игре, видимо. Глупости какие. Либо какое-то животное эволюционировало, либо превратилось внезапно. Чёртова Венус Гейт! Я не для этого отвалил им столько денег. Вот оно как значит. Право на участие выкупили. Я просто использовал свои права. Чёрт. Если с моим имуществом что-то случилось, я засужу Венус Гейт. Замолчи! Сам заткнись! Не смей мне приказывать! Откажись от меня. Нет! Прошу. Прекрати. Ни за что не прекращу! Я... Прекрати. Я непременно спасу Сизуку! Прекрати! И положу конец этому кошмару! Какой неожиданный вывод. Сложно в него поверить. Хотя Венус Гейт крупная независимая химическая компания на рынке нашей страны, обладающая выдающимся медицинским отделом, за последние годы она не выпустила ни одного продукта. При этом они собирают образцы различных организмов со всего мира и содержат их на своих объектах. Вы говорите об объектах для криогенного сна? Формально да. Изнутри это учреждение укрепленное сооружение современной системы безопасности. Можно сказать крепость. Однако они, как ты заметил, независимая акционерная химическая компания. Извините! Вам все объяснят через 30 минут к отеле. Поспешите. Как только 11-я фея закончила свою речь, 13-я фея, разумеется, очень обиделась и сказала «Вперед 12-й». Не стесняйтесь. Служащие этого учреждения умрут от Медузы. Ясно. Я понимаю ваше беспокойство. Представляю вам новейшая и наилучшая комплексная система контроля и управления Элис. Папа и мама умерли, а теперь и ты, Сидзуко. Касуми, разве мы не обещали друг другу всегда быть вместе? Продолжать жить вместе! Касуми, еще не ясно, умру ли я. Касуми, обещание, дубль два. Эй, одному сбегать нехорошо, амиго. Все сюда! Столько крови! Вы поранились? Это меня забрызгало просто. В итоге выжило только семеро? Нет, примерно семеро. Да ну, забей. Что? Ох уж эти председатели. Я полицейский. До тех пор, пока мир не рухнет. Я знаю! Это демон первого уровня! Где сбат? Что? В игре, видимо. Либо какое-то животное эволюционировало, либо превратилось внезапно. Интересно, сколько мы проспали месяцев? Лет? Точно, это случай раз и не говорили, что Элис, там какая-то нас защитит. Элис, нет ее! Элис! Идиот, надо связаться с внешним миром. Точно! Телефон! Телефон! У них все печальней. И с отыгрышем, и со сведением. А на этом все. До следующего разбора старых релизов. Возможно, это будет что-то посвежее, чем 2011 год. Продолжение следует...